Данику уже поменяли в новой группе. Новая полочка. Первый справа. Да. Одевайся. Какая красота у Даника в саду. Из подделок на осень. Красиво, дочь? Веночки. Мама поленилась делать с Даником. Конкурсы. И тут собирают желуди. У Милана в школе тоже. Милана уже занесла, да? Килограмма 3-4 мы занесли. И в саду собирают. Потом, я знаю, у Даника на деньги будут сдавать. А у Миланы на корм. Животное. Ну, красиво. Как дела в саду, Даник? Нормально. Нормально. А что ты утром плакал? Неделю не ходил в садик? Потому что не хочу. Неделю болел. Не ходил в садик. И сегодня уже со слезами утром был. Ну, как прошел день? Нормально? Ну, расскажи мне. Не хочет вообще ничего рассказывать. Не было Алана сегодня твоего друга, да? И тебе было одиноко? Да. А с кем ты играл? Один. Один целый день? А чего ты целый день один играл? Может быть, я с Аланом. Ну, кроме Алана есть же еще другие детки. Ну. Ну и что? Вот так вот возьмет себе, найдет одного друга и в прошлом году, и в этом, и все. И больше ему никто не надо. Новый день. Снова забрала Даника с садика и решила включить камеру, чтобы поделиться хорошей новостью для нас. Данику дали логопеда в саду, чего я не ожидала, поэтому мне и радостно. Я узнавала про логопеда, и нам сказали, что с шести лет тут в Польше занимаются. Ну, в нашем саду точно, но вроде бы как и во всех садах шести лет. А ему нужен логопед, у него проблемы со звуками, плюс зубки плохие. Вот. И я поэтому обратилась по НФЗ, к логопеду. И мы ходим раз в неделю по НФЗ. Тоже раз в неделю, мало. И вот пришла его забирать, и мне дают подписать, подпишите заявление, что вы согласны, чтобы Даник ходил к логопеду. Я так обрадовалась, такая, да, серьезно, ой, деньку, и они там, они аж обалдели от моей эмоции, думают, ничего, вся мать радуется. Но когда я это не ожидала, так оно приятно. Но пока есть ветер, как начинаю снимать ветер, но пока есть, ну, другие финансовые растраты в приоритете. И зубки Данику лечить будем. Вот. Поэтому платный может попозже, может быть за год до школы в платный походим. Сейчас пока решили походить по бесплатным, по НФЗ, и вот от садика. Я рада вообще. Ну, поэтому, видите, все-таки могут и в пять брать детей в саду. Миланка подбежала, что-то хочет про школу интересное рассказать? Да. Ну, давай. Там сегодня приходил дядя, когда мы начинали урок, с собакой. Это папа был одной из нашей девочки. И вот, и там была собачка, мы с ней сделали фотку. И мы с ней покуляли тоже немножко по классу. Она у нас побегала, да, бы ее покладили тоже. Это просто пришел в класс собака? Да, типа, это у этой девочки бы она говорила про своих животных. А, у нее презентация была, да? Да, и у нее еще был маленький вот такой вот морской, это, она не неправильная, она нам показывала. Фотографию? Да, вот такой морской хорек. Стоит морская свинка. Ну, хорек. И еще две собаки у нее. И попугай. Надо и тебе, наверное, какую-то презентацию придумать. В прошлом году у вас были презентации, в этом продолжаются, да? Угу. Ну, надо и тебе уже выступить. Ты же уже сможешь рассказать в этом году про себя на Польском. Они там просто показывают. Показывают. Какое хобби, да, у тебя? Да, они-то просто показывают, у них там в рядом надпись, и они это читают. Угу. Они говорят сами. Да? Да. У них там видео типа такие. Угу. Слайды, да? Да. Ясно, ну беги дальше, бля. Пришли, привели Милану на акробатику. Да. Вот так. Здесь тоже есть такие с книжками, мы спросили, сказали, можно взять, можно с дома принести. Милана читает. Милана читает. Милана. Все, прочитала всю книгу ему? Да. А вот следующую. И это прочитай. И это прочитай просит. Ну, Милан. Почитай, Даник, он хочет. Видишь, ему нравится с тобой учить. Ну, да. Рэнчик, Рэнчик, Рэнчик. Ну, ты ж букву потеряла. Рэнчик. Угу. Рэнчик. Рэнчик. Угу. Рэнчик, ты не усни. Рэнчик. А вот эта статька коналистка у меня. ну ладно вот букву потеряла когда за это как читается так пуговицы набрали новую порцию книжечек такие детские прямо для данька я всем буду читать небольшие чтобы он не уставал вот в следующий поделик придем на акробатику и принесем их и возьмем еще какие-нибудь новые те хорошенькие там их много-много но вот эту книжку классную я нашла это мы с миланкой и ну может и далек с нами где они сал и здесь такая тематика интересная они еще надо находить здесь что как книжка здесь много вот именно читать и запоминать эти легкие предложения в употреблении класс вообще интересная книжка милана любит такой искать здесь все такие вот вопросы что надо находить находишь и читаешь что они говорят короче классная такая книжечка мы вышли в парк прогуляться плюс 10 холодно но дома сидеть не хочется пока еще прям сильно морозы не настали ходим гуляем я кстати вспомнила что я забыла похвастаться что муж получил карту побыта вот уже и пластик ему готов но уже следующее мы на очереди но наши дела сожалению стоят на месте ну хотя бы у мужа уже есть значит и наш наши начнут рассматривать ровно шесть месяцев делали ему карту побыта долго мы думали что будет быстрее но все равно здорово что вы там это король кора на дереве такая с рисунком ну да это никто рис не рисовал это природой создан а это это милашка это насекомые повыедали может эти мой как-то выскочила с головы кто-то точит дерево датю лечит деревья он нет как мы сейчас будем пробовать замедленный эффект на моем новом телефоне как получится подождите а 100 на 1 2 3 подождите так красиво осенью наверное любой парк красивый да ухоженный заброшенный все красиво осенью холодно не люблю осень и холодно надо во всем находить красоту каждой паре года ночью прошел дождь да и течет ручеек такой да это да ну пошлите пройдем только аккуратно аккуратно вдоль этого ручейка вот куда она вытекает а вот мы уже дошли до варты да но через всю поздно течет и даже возле нас тоже недалеко так звук воды успокаивает да да я поняла как перейти сюда 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 на рожать поставим сынок споскользнулся да чуть-чуть споскользнулся не испугался на видео падение чуть не произошло вот у нас на варте здесь такой небольшой бережочек пляж да это все на воде прям меньше километра от нашего дома на виноградах такое небо классное небо? да небо красивое небо двигается небо как в сказке о собачка иди небо дети уже на облака рисунки находят а вон собачка идет здесь наверное видишь они потом открепляют милашкой и на вот этом паромчике люди плывут то ты не твой кокомопы то ты водки ага ага ага